Здравствуйте, друзья! Я снова на связи, Железов Валерий Константинович, русский украинец, украинский рус. Вот, а моя любознательность не знает границ, и однажды я удивился, когда мне показали вот эту вот картинку. Картинка странная, страшная, вот, непонятная, я уж с нашими-то разобрался, мошенничество дикое, страшное, вот, все с юга, с юга, с юга. И вдруг, лежу на эту картинку и вижу с ужасом, так хочется стучать кулаками, кричать, мы что, идиоты, как это может быть, что в Финляндии нам поставляют саженцы по 5 тысяч рублей, а там ниже еще и больше, чем по 5 тысяч рублей, вот, и многолетние деревья, еще, 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 8 тысяч рублей, 3 тысячи рублей. Что же это творится-то, а? Питерцы, вы что, совсем охерели, вы ничего не умеете и не знаете? Из Финляндии. Когда я успокоился, это то, что я сейчас говорю, это преамбула, это сейчас будет телемост в Финляндии. В Финляндии есть наши люди, понятно? Вот одна из них, Людмила Николаевна, так, вот, и, так как она умудрилась выписать у меня косточки, а это редкий случай, Финляндия для нас, странно, да? А почему же она не пошла в ближайший магазин, что же она в Сибирь-то залезла со своим заказом, когда как понимать? И тогда я сказал себе, так, сказал я себе, Людмила Николаевна, вы наш человек в Финляндии, я еще спросил вашу, эту, национальность, русская, гордо ответила она, вот. Вот, и сейчас я с ней связываюсь, потому что она мне писала заранее фотографии, так, и мы с вами сейчас ей устроим допрос, как это могло случиться. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Здравствуйте, Валерий Константинович. Я вас представил, как нашего человека за рубежом, за той самой линией, которая отделяет не только нас, как государство, но она разделила нас, как еще и садовода. Итак, я пару слов скажу, а потом начну допрос. Извините, я в хорошем смысле допрос. Хорошо. Значит так, один, я дружу, немножко, есть наши люди в Израиле, в Чехии, в Эстонии, Латвии, Литве, Швеции, это я из краев, которые к вам ближе, и все они утверждают, что вся Европа, я назвал четыре государства, на самом деле их больше, ест пластмассовые плоды. И вдруг я сейчас, только я людям показывал, сейчас еще могу показать, и вот. Плодовые деревья из Финляндии, 2022 год, саженцы от трех, пяти и до восьми тысяч рублей. Я хотел стукнуть колоком по столу, и это в Питере продают саженцы в Финляндии. А я-то привык, что у нас мошенничество составляет 95-98 процентов. Или продают дерьмо, или продают чисто южное, обреченное на смерть. Поэтому сейчас я вам устрою запрос. Так, перед вами такая же папочка, как передо мной. Я собрал все ваши фотографии, 20 штук. Фотография номер раз. Итак, на ней, видите, это моя посылка в Финляндию к вам. Так. Почему вы не пошли в этот же самый ближайший магазин с саженцами и не посадили себе нормальный сад? Значит так. У меня, я же еще тогда не была знакома ни с Железом, ни с Утенковым, ни с Бродским. И я, конечно, участок я купила в 2009 году. И так как я очень люблю садоводство, очень люблю это дело, я, конечно, пошла в наши магазины. У нас магазин, какой самый большой такой, Вихерландия называется. И я покупала там саженцы. Я начала посадку, наверное, в 2012 году. И дело в том, что у меня все как-то было неудачно. Саженцы не приживались. И когда я поняла, когда я поняла, когда уже познакомилась с вами, и я стала посылку, решила, что мне нужно выращивать тогда только семечек, потому что саженцы я не могла купить у вас. Не могла. Саженцы через границу нельзя перевозить, только семена. Ну и я стала сажать. У меня все было неудачно, понимаете? Как-то неудачно. Деревья высыхали. И когда я поняла, что в контейнер просто посажен ствол с небольшим корнем, и, конечно, ему тяжело было прижиться. И я не делала обрезку. Если бы я еще знала, что, ладно, корень маленький, я посадила и сделала обрезку по железу. Но я тогда этого ничего не знала. И поэтому у меня плодовый сад есть, но плодов я еще не вижу. Таких как бы хотелось, как бы вот по железу. Если, предположим, даже с 13-го года сад, то, представляете, уже сколько лет, уже у меня должны быть деревья, я не знаю какие. Но и что еще я делала? Я делала все, как нас учили в наших, в кавычках, агрономы. Я делала обрезку каждый год, каждый год обрезку. Самое уже не вредное было, что я стала прищипывать, не обрезку, это, наверное, года уже три назад я стала прищипывать. А так я делала все, как учили, отогнуть, прижать к земле, чтобы ветки были горизонтально, тогда они закладывают эти почки, которые плодоносят. То есть я делала все не так, как надо, не так, как в природе. Вот я природу не слышала, я слушала наших агрономов. Агрономы финские? Нет, я слушала русских агрономов, но финских агрономов я не слушала. А у соседей есть сады нормальные, не пластмассовые? Вы знаете, вот у соседей есть, у меня через дорогу яблоня, но там не видно, чтобы рука человека касалась хотя бы одной веточки. Очень густые деревья, очень густые деревья, и они с плодами. Вот сколько я здесь, я наблюдаю, яблоки висят, яблоки лежат потом к осени на земле, и никто здесь не занимается обрезкой. И еще у меня тоже есть один сосед, я смотрела у него участок, они не занимаются обрезками. И очень много в городе, вы представляете, в городе очень много, я могу, ну, весну, и там, осень, я могу сделать фотографии и прислать. Здесь такие, типа, ранетки. Ну, они вообще, они такие густые, они без листвы, даже не видно сквозь дерево чего-то. Без листвы. Представляете, что с листвой, это стена. И они всегда с яблок, они всегда цветут удивительно красиво. Огромные деревья, вот эти ранетки, они высокие, да. И они всегда с плодами, всегда выдерживают морозы и снежную зиму. Зиму – это город Ювяскеля, я живу в городе Ювяскеля, а дача, она северо-восточнее, 70 километров от Ювяскеля. Но климат здесь у нас, конечно, лучше, чем в Хельсинки. В Хельсинки климат, как в Питере, он такой влажный. У нас, например, снег, а там дождь. В этом плане, я считаю, что мне повезло, такое место, ну, хорошее. Так, я показал ранетки сейчас, вы мне прислали фотографию. А это уже кое-что. Так что, финны умнее нас, что они не калечат деревья? Так, что ли? Не знаю, может быть, у них времени нет или что-то занимаются другими делами. Но то, что я вижу, здесь я не вижу никаких таких обрезок. Я ни разу не увидела. Ну, вот, еще я хотела сказать, что я тоже, когда я поняла, что покупать в магазине, в контейнере, это все выброшенные деньги, я тогда тоже стала искать какие-то питомники. Подождите, Люда, Люда, эти же самые саженцы, они были в горсках? Вот то, что вы ругали. Что, эти же самые саженцы и в Питере продают? Которые даже не это. Вы знаете, я даже не могу прокомментировать как следует, но я думаю, что если только, ну, я называю это буквально, я не знаю, это будет что-то очень даже неправильное, когда присылают. Может быть, это какие-то южные, такая же схема, такая же схема, как и мы, Россия, получаем саженцы, например, из наших Осидбанджан там или еще там откуда-то. Я думаю, это такая же схема, такая же, ничего нового нет. А Россия такой большой рынок, что, представляете, там, конечно, будут покупать, а написать можно все, что угодно, откуда. Я не знаю, конечно. Ладно, все ясно. Не знаю. Смотрите, время идет, мы с вами будем... Итак, фотография номер раз. Сколько стоила моя посылка? Вспомните, нет? Финляндии, то, что на ней изображены косточки. Первая фотография. Первая фотография, сколько она стоила, сколько я заплатила денег? Сколько мы с вами заплатили за пересылку? Вот это я точно не могу сказать. Не помните. Я помню, что нас удивило, что было очень даже недорого. Я думал, будут тысячи, тысячи. Вон, как это показывал, 1400 в Белоруссии. И вдруг оказалась Финляндия роднее Белоруссии. Вы знаете, слушайте, я могу, конечно, поднять сейчас, но, по-моему, стоило 400 рублей. Так он меня это убило. У меня последняя посылка. Вот, как бы, даже время потеряю. Вы понимаете, где у нас курица не птица в Болгарии не заграница? Смотрите сюда. Да, 400. Вот эта посылка, 760 грамм. Мне хорошо, что видно. Я заплатил ее, то есть мы вдвоем платили пополам. 648 рублей, майорова любовь. Знаете, куда она за такие деньги дошла? Пермь. Это рядом, Урал. Пермьский край, 648. А в эту Финляндию 400. То есть, с одной стороны, наши люди, получается, могут и за рубежом что-то получать от нас уже. Поэтому будем считать, что этот фильм познавательный, так? Да, 400 рублей, по-моему, вот вы мне написали, что столько-то будут стоить семена. А 400 я могу, конечно, поднять. Не, ладно, не будем времени. Смотрите, фотография номер 2. Сейчас мы чуть ускорим. Итак, план посадки семян, яблонь, груш. Тут есть важнейший момент. Первый момент, все-таки это учеба, а я как бы лектор, как бы преподаватель ваш. Сами меня учителем называете. Так вот, значит, итак, вы когда доставали из горшков, вы сказали, что я не делала обрезку. Это единственный случай, когда надо было делать обрезку, чтобы уравнять крону с корнями. Так? Обязательно обрезку. Этого не делает вся планета. Это одна из причин, почему нигде толком любительское садоводство не развивается. Да и научное то же самое. Так же садят без обрезки. То есть вы теперь, я вас за язык не делал, вы сказали. Причина неудачи, одна из причин, что я не сделал обрезку, вынув из горшка и сажая с целой кроной. А крона начинала тут же вымирать. Вот. Абсолютно. Вот. Абсолютно. Теперь идем дальше. План посадки семян. Я вас подловлю еще на одном месте, но пока я вижу здорово. Вы хоть сказали русское, но вас чисто, как бы ее назвать-то, может быть, финско-угорское, может, все-таки есть какая-то кровь, типа немецкая. Потому что мы никогда так не делаем. План посадки. Ну, и меня это, фотография номер два, ну, просто так понравилась. Я еще больше зауважал. Вот. Идем дальше. Ну, я так дальше. Фотография номер три. Вот уже здесь, да, я надеюсь, что вы потом чем-то присыпали, по-моему, песком. Вот. Но с песком потом поговорим. Настолько густо, меня это, а потом еще будет гуще. Мне-то так хотелось вас, извините, пожурить. Вот. Вы представляете, если все взойдут? Как вы будете рассаживать? Калечить друг дружку? Ладно. Пока фотография четыре. Вы наш человек. А вы пишете, Антоновка покраснела. Я в таких случаях говорю, краснеет от стыда. Это называется небрачная половой связь. Или случайная половой связь. Антоновка покраснела, и вы, оказывается, на моей стороне. То есть вы сторонница того, что существует телегония. Это значит опыление, так сказать, влияние на генную структуру без зачатия. То есть не в потомстве, а прямо это. Спасибо вам. Я вас еще больше стал уважать. Посмотрел на саженцы в горшках. Одно обидно. Уже видно, что клеп самый правый уже больной. Извините. Вот. Рановато он начал желтеть. А может быть сорт такой, который раньше засыпает. Но подозрительные они. Немножко они неполноценные. Если они все лето у вас росли, а ведь это учеба, в горшках вы так и простояли. Это извращение. Этого нельзя было допускать. Тот же горшок, у них наверняка внизу вот такие дыры. Обычно они вот такие. Большие, много дыр. Вот. Если бы его закопали, они были бы в два раза выше. Раз. Они были бы чисто зеленые. И прекрасно выглядели бы. Вот. Мне кажется, что они простояли лето в горшках. Я не ошибся? Нет, они ошиблись. Они простояли в горшках. И они у меня были в парнике. В парнике были все время открыты и двери, и окна. Да. Но не закопаны. Вот это страшная ошибка. Кто вот так растит. И они у вас уже больные. На мой взгляд, они больные. И сейчас, я не знаю, давно ли фотографировали. Может, фотографии два-три года. Не знаю. Но если это свежая фотография, сейчас не поздно закопать, чтобы они пришли в себя. И на следующую весну высадить. А пока закопать в горшках. Эта фотография, по-моему, там написано 5 сентября. Ну, в общем, этого года. Этого года. Вот. Дело в том, что сейчас рассаживать их нельзя. Они больные, они умрут. Их нужно уже не в теплице. На свежем воздухе. Так. Единственное, что это абрикосы. Глубокий снег их добьет. Они сопреют, потому что они так больные. Вот. Сколько теперь головной боли. А высадить их тоже плохо. Садить их сейчас прямо в горшках. Сейчас главное не трогать корневую систему. Чтобы максимально сохранить хотя бы то, что есть. Потом. Это уже на свежем воздухе. Только на свежем. Вы же видите, им не хватило фотосинтеза. Видите? Они желтые. Да. Значит, что мы с вами делаем? Садите их на свежем воздухе. Так. В горшках с боков делайте прорези, чтобы там снег не лежал, а потом не стояла вода, которая догниет. Угу. Прорези глубокие, чтобы все как с гуся вода оттуда, с этого, с почвы, которая вокруг саженца. С этой почвы, чтобы стекало все лишнее. Дождь пошел, стекло. Снег пошел, растаял, стекло. Так. И горшки чуть-чуть приподняты выше этого. На пару сантиметров выше уровня почвы. Вот это поняли у меня? Я попробую курсором покажу. Важнейший момент. Вот тут надо вырезать сантиметров по пять, по десять. Вот так вот. Но садить в горшках. А весной уже, как говорим, половина чик, верхняя половина кроны. Несмотря на то, что корни будут целы, все равно, ну, треть кроны отрезаете и высаживаете. Ну, а потом умрут, извините, вы все лето их промучили. Так, идем дальше. Время идет. Вот это важнейший момент. Важнейший. Так. От ВК Железного. Ладно. Пусть я буду Железного. Так. Фотографию за номером семь. Саженца яблонь. Семена от Железного. Ну, вот, пожалуйста, в свежем груди нормальный саженец. Ну, сало как сало. Что его пробовать? Все нормально. Идем дальше. Так. Подарок Петербурга. Алыча. Где-то добыли все-таки вы это. Ну, это у нас продают. У нас продают все. Очень много саженцев. Яблонь, груш. Например, Антоновка. Написано латинскими буквами. Я не знаю, откуда эти все саженцы. Но продают. Странно. Подарок Петербурга. Так и было написано. Что, в контрабанда, что ли? Запрещено же у вас российское продавать. У вас общий рынок. Ну, я даже не знаю. Но так и написано латинскими буквами. Было подарок. Ну, ладно. А теперь смотрите. Практически не плодоносит. Значит, тоже ничего хорошего. Так, идем дальше. Я не могу это медленнее. Потому что не успеем. У нас 29 минут всего. Итак, вы стригли вот эту самую грушу. Сделали штамп. Потом, видимо, познакомились с железом. Плюнули. Больше не стали резать. И груша восстановила нижнюю часть кроны. Так? Нет, было не так. Давайте так. Я уже с высоким штампом. А, еще и хуже. Это не вы. Это вам уже коллегу продали. Вам продали коллегу. Продают коллеги. Я купила с высоким штампом. Самый низкий штамп у меня плодовых деревьев. Это 60 сантиметров. Самый высокий. 80. Можете себе представить. А, по-моему, если даже около метра что-то. Вот в чем беда. Это вы сейчас понимаете. А как вы догадались не отрезать вот то, что наросло? Нет, нет, нет. Я же железом упомнилась. Он же говорит, что нужно, чтобы нижние ветры росли. Скажем для других. Пусть они верят кому угодно. Но они должны верить главному. Нижние ветки, генетические дерева, инстинктивно, как заложено генетикой, должны быть у каждого дерева. Они кормят корни. Они кормят глюкозу и корни. Без этих веток дерево страдает, медленно умирает. И чтобы его сохранить, обрушивает на него тонны ядохимикатов. Наша задача. Вот сейчас остановились нижние ветки. Вроде бы листья живые. И возможно теперь вы дождитесь урожая. Так, идем дальше. Медленнее не могу говорить. Вот. А то, что вы теперь сами написали, активно обрастает этому ветками. Главное, что эти ветки обязаны быть. Вся современная наука во главе с академиками, злобное, смертельное, опасное отношение к тому, что вы знаете, железом оказывается не генетик. А генетика заключается в том, чтобы отрезать часть дерева, лишая возможности листьям давать фотосинтез и кормить корни этим, глюкозой. Вы понимаете, что такое генетика? Генетика получается, у него главный инструмент, это сперва секата, потом пила, а потом топор. Вот три составляющие. Ну топор же ясно для чего. Понятно, нет, для чего топор нужен? Да. Вот. И вот это и есть современная генетика. В 21 веке, в 21 году. А меня по морде. Это я вам жалуюсь, как своей замышленнице. Вот. Помните, я иногда говорю, Ванька Жуков-то, ведь я еще со времен Чехова, а она ей рылом мне в харю тыкала. Так вот мне в харю достается, Люда милая. И меня так же в харю. Вот я вам пожаловался. Так, номер 10. Значит, вы рассказывали про ронетки, перед нами ронетки. Но если это вершина шедевры, то вам до 500 граммовых яблок, конечно, которые в Сибири, еще далеко. Мы Сибирь обогнали Европу, а наука проглотила, ей вообще по барабану. У нее нет даже, знаете, чего у них нет? Тщеславия даже нет. Теперь важнейшая фотография. Итак, у меня такая фотография тоже есть. Там я присыпал эти груши. Именно песком. Потому что у них слабенькие, а все-таки малюхонькие эти самые семечки. И окоркой схватывается. А она бывает твердое, как бетон. И тогда я делал канавки, выкладывал груши. И у меня есть фотографии. Ну, только сейчас я уже долго искать. Осталось сюда 6 минут. Да, это как он сам отключится. Ну, что тут поделаешь? А у вас что там под песком? У меня под песком, ну, все тоже и груши, и яблони. Все понятно. Но я бы на этого не стал выделать. Знаете почему? Теперь замучитесь поливать. И они, придет весна, они должны взойти, набухнуть, напитаться влагой. А если у вас будет сухо, и некогда полить, они просто не взойдут. Вот весной самый момент. Я ухаживаю, я ухаживаю, очень ухаживаю. Почему яблони-то зашли? У меня тоже так же было. Все понятно. Так, еще быстрее. Номер 12. Вот эти косточки вы потом присыпите сверху чем-нибудь? Некоторые верят Хольцеру и садят без окопки. Я присыпаю сверху песком. Песком. Ну, вы знаете, песок, он так быстро высыхает, могут не взойти, учтите. Песок влагу не держит. Я бы присыпал этой же землей. Вы знаете, по весне, по весне я могу сверху присыпать опилками. Да почему опилками? Где вы видели в природе опилки? Зачем эти взращения? Этим же, этой же землей. Я какая вижу земля? Она достаточно гранулированная, достаточно рыхлая. Вот, это далеко не глина. То, что я вижу. Это же землей присыпьте, лишь бы не видно было бочков. Все. Хорошо. Хорошо, я присыплю. Ладно, идем дальше. А вот на эту фотографию, я, знаете, больше всего на вас обиделась. Вот они взойдут, между ними сантиметр. Вот я курсором показываю, вы потом увидите. Да елки-палки, если они все взойдут. Да почему бы на одном квадратнометре вы посадили сотню или две штук? А почему не на пяти, на восьми квадратных? Чтобы между ними было расстояние, ну, хотя бы как помидоры. О, вот ошибка. Ошибка. Нет, удобно ухаживать. Полили, одни глику взяли, жиг, полито. Щипать траву тоже на одном квадратнометре. Чего не выщипать? Ну, вот это, конечно, это, потом у вас будет, а вдруг, не дай бог, зайдут. Не зайдут, то и ладно. А вдруг зайдут. Так. Ну, вот это вот я маленечко, 14-е. Ваша наблюдательность, я преклоняюсь перед вами, я теперь не один. Что вы написали? Здесь есть дупло. Явно, что когда-то кто-то вырезал это, или выпилил заподлицо с этим. То есть, сделал обрезку на кольцо. А вот здесь оставил пенечек по железу. Он, конечно, железово не знал, но пенечек жив-здоров, а здесь вон какая дырка получилась. А нас пугает тем, что... Нас пугает вот это чертовое, что если оставить сучок по железу, то обязательно будет это... Дупло. Да, будет. Ну, вам что, если через 20-40 лет появится дупло? Ну, что от этого это? Оно еще вас переживет. Вас не будет, а дупло все еще будет появляться. Вот это я очень вам благодарен. Ваши слова. Спилили на кольцо, получили дупло. Спилили на сучок, дупло нет. Примерно березе. Вот за это я преклоняюсь перед вами. Мне так здорово, что я теперь не один. Вот это меня тоже очаровало. Да, запретили вам заборы делать? Фото 15. Ну, запретили. Они не запрещают, они не запрещают, они просто их не делают. А, ну, допустим, не принято. Собаки. Не принято, ладно. Просто не принято, да. Как это закрываться там от кого-то? На Украине не делают заборы, потому что не с чего делать. У них леса еще в прошлом веке все спилили. Там не делают, да. То, что я видел, это так глаза. А у нас сплошные заборы. Ого. Кто побогаче кирпичные, кто богаче бетонные. А у простых людей из жердей, из пиленных досок, неструганных. Но заборы, а у вас что? Сделали стуи. Ой, как здорово. Вольно-невольно вы посадили огромное количество деревьев. Вот за это я еще раз вам кланяюсь. Уже из-за этого. Знаете, как глаз режет? Забор из туи. Как великолепно. Ну, это мой забор. Это я посадила туи на расстоянии. Они были всего 60 сантиметров высотой. Это был десятый год. И посадила их на 50 сантиметров друг от друга. И вот это снимок свежий. Это зима. Все понятно. Так, заканчивается наше время. Вот эта фотография. Это объели зайцы. У меня зайцы ели. Я поставил пять петель. Вот. Потом то, что зайцы эти, которые искалечили мой первый сад, были, а потом оказались похлебки для собак. Но это жизнь такая. Вот. И больше не лезли. Вот. Ну, плотный забор. И тогда... Ну, у вас... В общем, ждите зайцев в гости. С вашим забором из туи. Так. Еще осталась одна минута. Вы написали посадка по железу. Так. То есть на холм. Холм, пожалуйста, размажьте. Крутоват. Все хорошо. Значит, снег. У вас всегда будет много снега. Абрикосы будут соплевать. Высота холма это самое минимальное. Может, даже чуть выше было бы. Но все-таки крутоват. И вот делать при этой же высоте более пологий. Еще размажьте на полметра во все стороны. Вот этот совет. И пошла последняя минута. Я вижу, что у вас вишни есть. Не шикарные. Ну, просто вишни, скажем так. Это, конечно, не сортовые. Это не дюки гибриды с черешьями. Дальше я от вас не могу ничего расспрашивать. Потому что наше время истекло. Я специально делал лаконичность. Меня ругают за длинные фильмы. А сейчас отключится видеокамера. Так, Людмила, значит, я вас... А, это еще кто-то пытается дозвониться. Люда. Алло, Люда. А вот это мешает. То есть, получается, кто-то позвонил, и вы отключились. А время истекло. До свидания, друзья. До свидания. Милая Людмила Николаевна. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok